Попрессовка. Значит, сразу один поставленный человек приехал и сказал, ну все, Владимир Иванович, крест ставь. Ни ордена ты не получишь, ничего. Столько мы с тобой поработали, столько мы с тобой поработали, и ты ничего, ну, и все пошло на смартфон. Я говорю, сразу начали решить мне политику. Я политикой не занимаюсь. Я как сказал, что я в член партии регионов. Что? Отдайте мне мою пенсию, которую отняли незаконно. Дайте мне эти пять окладов, дайте мне пайковые, вот эти гробовые, которые положено платить. Не 140 гривен, а 250. Дайте мне это самое. Каждый месяц путевку дайте, каждый год путевку дайте мне. Все будет нормально. Мне больше ничего не надо, я не хочу этих миллионов ваших. А мне начали политику. Ну, вот даже вот этот звонок Соболовой инкомата. Это был сразу звонок, где-то, как только вышло это все, сразу звонок, где служили, почему не дослужили. Вот такие вещи. Я считаю, это уже давление было. Почему я не пошел на военную пенсию, почему мне там не хватило пять лет до военной пенсии. Мне просто непонятно, какое отношение к этому. Да, и, кстати, все это подтвердилось, награду не дали. Хотя комиссия-то совершила все, и уже была на подписи его президента. Награду так и не дали. То, что приехали сначала, вот эта заварушка после первого начали, сразу сделали, главный врач звонит. Я все зачитал, как там неверно диагноз написано, тоже указал все. Полтора месяца прошло, все затихло. Вы понимаете, самое страшное, что я хочу сказать. То, что понимаете, в чем дело. Им сейчас везет в черный, понимаете, в чем дело. Ну, вот сейчас опять. Вот это я думаю тоже, но я не остановлюсь, пока я не добьюсь для себя и для ликвидаторов. Тех, которые не обидели, и до тех пор пока не поснимают их с должностей. Вот эту Ефремова, она уже трех этих губернаторов перерезла. Садыков такой был, потом второй был у нас губернатор. Горкуша. Горкуша. Кстати, я хотел Горкушу сказать. Вы поверите, а Горкуша у нас ликвидатор. Инвалид. Только я не знаю, качество, кого он там был. Он давно об одной канал делал вместе с солдатами. Лопату брал и рыл. Он у нас ликвидатор. Инвалид заслуженный. Как он там оказался и в качестве кого, я не знаю. Ну, в качестве кого он там был, я не знаю, девочки. А вы знаете, вот так вот, если серьезно взять. Теперь мне к Андрееву. Андреев, вот вы знаете, это у нас союз Чернополя в Киеве. Почему я еще говорю, потому что, вы понимаете, я возглавляю район союз Чернополя. Я знаю закон. Я знаю, что положено давать. Вот мне хотелось бы тоже Андреева спросить. Ну, он тоже, наверное, так же получает, как я. 100 гривен на оздоровление. Ну, с нами дели одинаково, с нами что, страдает, понимаете. Я никогда в это не поверю. Он получает все по закону. А хоть одного он, чернопольца, защитил, что чернопольцы стоят с бирками на шее и просят подаяния. Вы помните, два года тому назад было массово, сначала выступили афганцы выступили, а потом следят чернопольцы, помните? И вы знаете, кстати, это с помощью этого Андреева, который возглавляет, он, кстати, уже лет 20 возглавляет это, с самого начала, как создался союз Чернополь. Он возглавляет эту организацию. Он же дал данные, что они нет, они липовые чернопольцы. Те подали на суд, на европейский суд. И вот по телевизору где-то недели две или две с половиной официально корреспондента объявили. Суд присудил этим 30 людям, 30, выплатить все, все выплатить. То, что они за два года, их сняли же, они не ликвидаторы, они просто самозвальцы. Суд присудил им, европейский суд, выплатить все, все выплатить. Плюс указали даже срок, что в течение трех месяцев за моралку в 20 тысяч евро каждому выплатить. И указано, это корреспондент говорил, вот этими ушками, если срок не будет, выплатено и восстановлено, то государство будет платить пеню, процентики пойдут. Это решение международного суда. Вот такие дела. А вот неделю, когда я увидел этот чернопольцы, под это самое, ну да, вышло с этого, с захиста населения, она вышла. Женщина, ну, говорит, я больше тысячи гривен не дам. Стоит с табличкой на шее, вот этот герой Украины, за счет его здоровья сейчас жирует у нас, грабит государство. Понимаете, что я имею в виду, просит себя на лекарство. Это не преступление к народу. Ведь, мои памяти, это уничтожается целый пласт населения. Пласт. Уничтожается население. Никому им дела нет. Вот почему я обращаюсь и к нашим, вот этим, и по Плавскому, все. Вы обратите на этих людей внимание. Да хоть по копеям, а? Артистам, в смысле. Ну, к артистам, да, они только друг друга хвалят. Ну, посмотрите. У меня такое впечатление, они для себя создают концерты. Ну, что я скажу.